Добрый день, Владимир Константинович! Добрый день! Мы продолжаем рубрику «Советы от Владимира Тарасова». Расспрашивая о третьих лицах, поясняй, зачем тебе это нужно. Вот о чем идет речь. Иногда люди разговаривают, и один из собеседников что-то спрашивает о третьих лицах, о ком-то другом из отсутствующих. И тогда, когда между людьми очень доверительные отношения, то собеседник довольно охотно об этом говорит, если они более доверительные, чем с этим третьим лицом. Иногда, наоборот, собеседник чувствует некоторую неловкость обсуждать третье лицо. И может об этом не сказать. Он может тогда скупо ответить. Или отнекаться, то есть сказать, что там не знает, не в курсе и так далее. Но когда он даже отказывается его обсуждать, но под благовидным предлогом, все равно это увеличивает дистанцию, в смысле доверия. Все равно у него остается осадок, что его спросили об этом. Вот для того, чтобы этого избегать, имеет смысл сказать, зачем тебе это нужно. Вот я хочу сделать ему предложение по бизнесу, а вот что он за человек. Все понятно, все понятно. И в этом ключе рассказывают, там, знает, не знает. Как только ты говоришь, зачем тебе это нужно, ты снимаешь вот этот вот блок, который мешает человеку говорить то, что он думает. Конечно, многие прибегают к тому, чтобы придумать причину, почему спрашивают о третьем лице. Но это уже другое дело. Я сейчас обсуждаю не проблему, как бы, всяких манипуляций, а проблему, чтобы не создавать себе трудности, не имея в виду ничего плохого. У меня возникает как раз ощущение дискомфорта, если мне кажется, что есть определенное доверие между мной и данным лицом, я спрашиваю о третьем, и мне не готовы тут же ответить. Всегда ли это является сигнификатором того, что мне не доверяют? Нет, это, может быть, не тебе не доверяют, а просто чувствуют, что в отсутствии третьего лица, ну, как бы, неправильно говорить про него, что-то отвечать. То есть это говорит о человеке больше? Поэтому, если тебе особо не отвечают, ты чувствуешь, что человек какой-то вот так не очень хочет отвечать, то надо просто пояснить, зачем тебе это нужно. Ты можешь сначала сказать, можешь сказать, когда видишь затруднение человека, ты сразу догоняешь его, вот говоришь, что вот, а вот мне это нужно за этим. И будет гораздо лучше. И есть еще такой момент. Если человек не доверяет, и он сразу же говорит что-то о третьем лице, а я продолжаю молчать, то я не раз замечала такую реакцию, что человек пытается вдогонку сказать что-то оправдательное, тем самым невольно говоря больше, чем он собирался о третьем лице. Да, да, бывает. Но нельзя, наверное, так давать человеку вести себя? Надо все-таки в итоге пояснить всегда или нет? Сейчас речь идет о другом. Одно дело, когда ты расспрашиваешь о третьем лице, и совет для этого. А другое дело, когда ты не расспрашиваешь, а тебе говорят о третьем лице еще что-нибудь такое, может быть, не очень симпатично, а у тебя с этим третьим лицом хорошее отношение, и ты оказываешься в неловкой положении. Нет, я имею в виду, когда я расспрашиваю. Но человек настолько мне доверяет, что сразу же без пояснения говорит мне что-то о третьем лице, я продолжаю молчать, мне еще что-то говорится лишнее, потому что неловко молчание, мое в ответ. Тогда нужно сгладить эту ситуацию всегда, пояснив, для чего мне эта информация? Или можно и умолчать? Нет, можно просто начать дискуссию по поводу третьего лица иногда. Можно остановить тем, что мне, собственно, интересует вот этот аспект. По-разному можно. Но единственное правило, всегда надо поиспать этично. И если тебе кажется, что ты можешь, нарушив низкую этику, узнать что-то большее, подвинуться дальше, ну не торопись, придумай технологию, по которой это будет этично сделать. Всегда такая технология существует. Ты же не случайно хочешь что-то узнать. Ты же, в принципе, положительный человек, поэтому просто не знаешь технологии, как это сделать. Так, ну, сделай паузу, подумай, как это сделать так, чтобы не нарушать этику. Хорошо, спасибо. Спасибо.